Сегодня на дорогах общего пользования сельскохозяйственная техника равноправный участник движения. Областная госавтоинспекция на постоянной основе проводит целенаправленную работу по контролю за передвижением сельскохозяйственной техники, а также эксплуатации предприятиями крупногабаритных и тяжеловесных средств. Основной акцент при проведении таких мероприятий, конечно же, делается не только на привлечении к административной ответственности лиц, которые допустили те или иные нарушения, но и на проведение различных профилактических бесед непосредственно с водителями-механизаторами и с должностными лицами сельскохозяйственной предприятий. В зоне особого внимания механизированные дворы сельскохозяйственной предприятий Брестского района. Задача сотрудников госавтоинспекции – проверка документов и физического состояния водителей, возвращающихся после рабочей смены, а также соответствии тракторов, самоходных машин, прицепного и навесного оборудования с технической документацией завода-изготовителя, контроль за исправностью электрооборудования, предназначенного для указания поворотов, стоп-сигналов и габаритов. К слову, только с начала года к административной ответственности привлечен 51 водитель-механизатор. 58 привлечено водителей, не имеющих права управления, либо лишенных такого права. Составлено 308 административных материалов в отношении должностных лиц, которые допустили выпуск на линии транспортных средств, не прошедших технический осмотр, либо с техническими неисправностями. Сегодня рейдовая работа госавтоинспекции направлена больше на профилактику. Передвижение сельскохозяйственной техники на дорогах без габаритных огней чревато серьезными последствиями, особенно для водителей легковых машин. Надо предусматривать всегда, что было, потому что сзади движется транспортное средство, может врезаться в прицеп и будет отвечать водитель виновен. А нас сейчас и найдут крайне всегда. Постоянно я включаю, с меня смеются даже, что это новогодняя елка идет. Я всегда включаю, мне не жалко, лампочек. Я лучше поменяю лампочку, чем я стану виновником дорожного транса происшествия. С утра проходит проверка в начале ЛКТС, потом выдаем путевку, проверяем, габариты ли горят, ну и все световые огни, исправно вообще ли техника к выезду. И потом в течение дня ездим, контролируем. Осенне-зимний период – время для автомобилистов сложное. Короткий световой день, ухудшение видимости из-за неблагоприятных погодных условий. Эти факторы необходимо учитывать всем участникам дорожного движения. Во-первых, соблюдать скорость, а также дистанции соблюдать, потому что едет, например, трактор с плугом, на тракторе габариты горят, на плуге не горят. И подъезжают близко к трактору, получается, бывает или там перед обгоном, или еще и все, а плугов не видно, и удар получается.